Задай повестку дня. Позвони в эфир утро на радио «Спутник в Крыму». Плюс семь, девять семь восемь, ноль двадцать три, сто два и три. Девять тридцать пять. Еще раз всех приветствую на нашей чистоте. Понедельник, шестое февраля. Уже на календаре. И мы сейчас перейдем к новой теме. Сегодня отмечается день отказа от мобильного телефона. Понятно, что в мобильном телефоне есть масса полезных вещей. И кроме пользы, гаджеты все равно имеют много побочных эффектов, вызывая зависимость у пользователей. Мы сейчас в первую очередь имеем в виду детей и подростков. Как отучить ребенка от телефона, когда он полезен, а когда он вредит, в том числе и процессу обучения, все это мы обсудим в ближайшие минуты на связи с нашей студией доктор педагогических наук, заведующая кафедрой педагогики Института Таврической Академии Крымского Федерального Университета им. Вернадского. Мария Скоробогатова. Мария Ростиславовна, здравствуйте. Да, здравствуйте. И обсуждать мы с вами будем эту интересную тему именно с помощью мобильного телефона. Да, получается, что так. Но это как раз к первому тезису о том, что в мобильном телефоне очень много пользы. Но, к сожалению, есть и обратная сторона этой медали, когда теми негативными факторами, негативными эффектами от мобильного телефона пользуются наши дети и подростки. И иногда это отвлекает их от учебного процесса. Давайте размышлять, рассуждать. Дети и телефоны, где кроется основная проблема. Вот где хорошо, а где плохо. Давайте. И с точки зрения педагогов, и с точки зрения родителей постараемся эту тему сейчас раскрыть. Конечно, сегодня, как правильно вы сказали, мобильный телефон – это не только средства связи. Сегодня это вообще наша вся жизнь. Там и личная информация, мы расплачиваемся сегодня телефонами. Там коллеги, наши друзья и так далее. Утро мы отправляем ребенка в школу и просим, ты, пожалуйста, как только дойдешь, отзвонись, пожалуйста. Все в порядке. Перезваниваем родителям пожилым, узнаем, как у них здоровье, самочувствие. Поэтому, действительно, сегодня без мобильного телефона не обойтись. Я стомневаюсь, что мы найдем сегодня с вами хоть одного человека, кто добровольно отказался бы сегодня с мобильного телефона. Хотя бы на один день. Поэтому, ласка, конечно, она интересная, но она больше не про то, чтобы отказаться от мобильника, и именно, чтобы действительно доставить родителей, прежде всего, задуматься о том, что делают дети в телефонах, сколько времени они проводят в этих телефонах, ну и, действительно, какой бред и такую пользу они приносят. Ну, без телефонов сегодня не может обойтись ни один просто человек и, конечно, ни один ребенок. Мы с вами знаем, что сегодня вообще, в принципе, образовательный процесс, он, конечно, переходит на электронные средства, на технологии электронные. Сегодня уже в школе практически все отказались от бумажных журналов. Сегодня нет этих денег, где ребенок мог бы там эту двойку заштриховать. Сегодня все в электронных журналах, и родители могут каждый день контролировать ребенка, что он получил, какие домашние задания. И ребенок возвращается из школы, отдохнет, и первым делом он берет телефон, и просто, как правило, все эти электронные журналы дети подключают через телефон и проверяют, что задали, какие домашние задания и тому подобное. С точки зрения учителей домашних заданий, опять-таки, сегодня очень много домашнего задания задается, которое требует, опять-таки, подключения к интернету. Это и проектная деятельность, и подготовка докладов. Даже когда наши дети выполняют, например, домашние задания по английскому языку, вряд ли кто-то сегодня берет именно толстый переводчик, русский-английский, и ищет там какое-то слово. Они все сегодня в телефоне задают какое-то слово, даже не пишут с помощью слов, и им выдает Google правильный ответ. Поэтому сегодня это очень такая интересная технология, которая помогает нашим детям учиться. Ну, а чтобы не нанести вред нашим детям, то, конечно, здесь существуют определенные правила, как родителям поступать, как учителям поступать, ну, с точки зрения, опять-таки, медицина, хочу сказать, что нашим детям очень важно соблюдать режим дня. Конечно, без телефона, я еще раз повторюсь, мы сегодня не обойдемся. Но есть такая закономерность. Если ваш ребенок за полчаса до сна будет в телефоне, то однозначно его сон будет нарушен. Поэтому свежий воздух, праздники, да, вообще семейные традиции, когда родители разговаривают с детьми, когда общаются с детьми, когда доверительные отношения, тогда это нужно проблему в принципе с мобильным телефоном в том числе. Ну, вот здесь нам надо с вами вспомнить, мне кажется, что вообще тема «Дети и телефоны», она большая тема, и на нее не раз обращали внимание наши парламентарии, в том числе использование телефонов в школах. И с 1 января этого года вступили в силу в санитарно... 2021, да, как я уже сказала, года. Вот те самые санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, согласно которым для образовательных целей мобильные средства связи не используются. Мобильные телефоны нельзя использовать во время урока вместо компьютера или планшета в связи с тем, что такие гаджеты имеют маленький размер экрана, что провоцирует напряжение органов зрения и нарушение осанки. Но это тоже, конечно, вкопилочка тех минусов, которые могут дать телефоны. И плюс, я знаю, в некоторых учебных организациях есть внутреннее правило, когда при входе в класс или при входе в школу дети сдают мобильные телефоны, потом их обратно получают, когда уже идут домой. Насколько вообще это правильно, вот такая схема? Надо ли ее внедрять во все школы? Потому что, конечно, она не везде используется, пока это только так, по инициативе отдельных учебных организаций. Вы бы так мотивировали бы за то, чтобы это было чаще и больше или нет? Или не надо вот таких жестких мер? Ну, вот, конечно, все индивидуально, но, в принципе, я за. Потому что, действительно, сегодня нередкий случай, когда ребенок во время урока, особенно если там какой-нибудь монотоний урок, то они достают телефоны и тихонечко там под партой они занимаются своими делами, там, играют или переписываются. Да, действительно, сегодня учителя очень часто, часто в начале урока, там, на перемене еще, они собирают мобильные телефоны и отдают их после окончания урока. Мы не можем забрать у ребенка на целый день телефон, потому что, опять-таки, это средство связи. Каждый директор может на перемене прозвонить, узнать, как самочувствие у ребенка, ну, и тому подобное. Вот, но если учитель, тем более, он не собрал, но замечает, что ребенок во время урока отвлекается, и не он наладил телефон, то, в принципе, я за, да, все-таки образовательный процесс не должен быть наручен. Ну, кстати, знаете, что еще к тому, чтобы оправдать такие действия, еще называют один фактор, как мобильный телефон, мешающий отсутствию социализации между детьми, особенно это, конечно, актуально для учащихся первых классов, когда как раз и происходит вот в этом возрасте такой психологический процесс встраивания в социальную систему, встраивания в общество, поиск своего места в этом обществе ребенка. И когда мобильный телефон просто мешает все это делать, а ты все время на перемене, например, посвящаешь мобильному телефону игре и никак не социализируешься, это тоже плохо. А вот учителя говорят как раз, когда мобильного телефона у детей нет на переменах, они больше друг с другом общаются. Они общаются, да, совершенно верно. Это тоже действительно одна из таких больших проблем, когда ребенок абстрадируется от всего, если тем более какие-то проблемы с одноклассниками, он пошел в водолочек, встал и занимается своими делами в телефоне. Но если мы говорим про начальную школу, то здесь опять-таки очень важна и роль учителя, и роль родителей. Учитель начальных классов, он с детьми постоянно, и на перемене в том числе. И поэтому правильная организация детей, коллектива, и во время перемен, это очень важная задача классного руководителя, особенно в начальной школе. Ну и опять-таки здесь очень важно с родителями налаживать контакт, чтобы родители говорили, учили детей. И действительно телефон, он и зрение может нарушить, и утомляемость повышает, и отвлекает от учебного процесса. Лучше за время перемены отдохнуть, перекусить, подготовиться к следующему уроку. Ну и так далее. То есть вот все-таки здесь очень много зависит от установки родителей, как им настроить ребенка, и от того, насколько учителя обращают внимание на детей, в том числе и во время перемены. Сложная такая тоже, мне кажется, сложный тезис, как настроят родители, как бы родители не настроили, мне-то кажется, в каком-то возрасте интересная игра, установленная на телефон, она все равно ребенка отвлечет. Как бы родитель ему до этого не говорил, что лучше в школе, на перемене, в телефон не заходить, в игры не играть, общаться больше с одноклассниками или ходить в столовую. Какая-то интересная игра, в которую играет весь класс, она сразу же развеивает все эти наставления родительские. Поэтому вот мы родителям, мы отдаем ребенкам в школу, и мы свято верим в то, что здесь нам помогают учителя, что все-таки они как-то проконтролируют этот процесс, помогут нам организовать детей, чтобы все-таки они были чем-то увлечены. Не нужно забывать, что коллектив в школе формируется тогда, когда у каждого ребенка есть такая-то определенная социальная роль. Конечно. Это не только старостные помощники старостные, это могут быть различные мероприятия, различные задания. И дети же, они заходят в телефон, тогда им больше нечем заняться. Вот тогда, да, конечно, идем, играем, и там, ладно, еще игры. Они еще могут там выкладывать различные ролики, в том числе ролики, записанные на уроке, как учитель ведет то или иное учебное занятие. Поэтому телефон, конечно, мы от этого никуда не делимся. Запрещать ребенку, используя телефон, это будет, наоборот, таким моментом запретный плод. Чем больше будем запрещать, тем больше они будут спрятаться, скрывать, либо мы об этом не знали. Я, в свою очередь, у меня ребенок старше подросток, и только как-то не выдумываясь над этим, я стала запрещать. И вот, пока не сделаешь урон, просто на уровне запрета. Ну, благо, у меня мама моя тоже педагог, и она мне посоветовала, ты не запрещай, а ты, наоборот, разреши. Ведь мы можем договариваться. Давай договоримся. Вот один час, он только твой. Будешь играть в свою любимую игру, но при условии, когда, например, ты выполнишь нашли задания. Его ребенок, по сути, если будут такие доверительные отношения, то он с удовольствием выполнит все наши условия, и спокойно потом, зная, что никто его не будет, не дергать, не ругать, у него целый час будет свободного доступа к телефону. Поэтому вот здесь, конечно, такая тонкая грань, особенно с подростками, в подростковом возрасте у них и так нарушается контакт с родителями, с учителями, зачастую с одноклассниками. А тут мы будем запрещать еще пользу мобильными телефонами. Это ни к чему однозначно хорошего не приведет. Вот через договоры, через доверие, вот тогда мы можем найти какой-то общий компромисс, и они будут довольны, и мы, в свою очередь, будем знать точно, чем они занимаются. Конечно, соглашусь, да, и договоры нужны, и нужны какие-то общие правила, которые соблюдают и одна, и вторая сторона. Но что касается школ, все-таки со всеми не договоришься, классы большие, и у классного руководителя, у учителя нет столько времени, чтобы придумывать вот эти вот правила и уделять время на их соблюдение, и энергию тратить на это. Поэтому вот и встает вопрос в запретах. Да, ну и встает, поэтому вопрос просто запрета. Зашли на урок, телефоны сдали, урок завершился, телефоны получили. И, кстати говоря, это ведь не такое, не колесо изобрели. Здесь есть разные страны с очень похожими практиками. Вот когда этот запрет вводился, и когда эти нормы Сан-Пина вводились, Францию, помните, приводили всегда в пример, и говорили, что как раз во Франции ученикам запрещено приносить школы любые электронные устройства с доступом в интернет. И, ну, есть там единицы, которые законы эти нарушают, но все-таки законы вся страна соблюдает. В Германии там на некоторых территориях подобные законы действуют. В Великобритании школы принимают самостоятельно, имеют право самостоятельно тоже ограничивать ребенку телефон, используя его в рамках общеобразовательного заведения. Поэтому борьба ведется, как говорится, всем миром с этим телефоном. Он-то ведь еще... Об этом работаем. Да, он-то ведь еще и отвлекает от учебного процесса, Мария Жестиславовна. Здесь тоже надо понимать, вот мы когда-то так, наши учителя когда-то давно так относились к калькуляторам, насколько я помню. Это тоже была проблема. Запрещали их приносить в школу на уроки математики. Говорили, что калькулятор — это зло. И почему это закончилось? Закончилось тем, что все равно, да, приносили где-то там тайно. Мы приносили, да. Но... И потом были отдельные уроки, когда нас просто научили работать на калькуляторе. Было такое, было. Но до этого нас все равно научили считать в уме. Вот знаете, как все равно учили делать то, что можно сделать без калькулятора. Вот сейчас, мне кажется, без телефона вообще дети не могут, например, дать задание, сделать какой-то реферат, используя только книги, и ребенок любого класса посыпется, потому что он не знает, как работать с бумажной литературой. Он знает только, как сказать, «Алиса, найди какую-то тему». Да, это верно. Более того, не только дети школьного возраста и студенты наши точно так же попробуют им спросить, какой вот это учебник на экзамене, так никто вам точно не ответит. Мы сегодня перешли вот именно на платформу, цифровая платформа. Но мы с вами... Я не думаю, что мы с вами изменим эту ситуацию. То есть запретить, использовать телефоны сейчас в школах, или там только кнопочный телефон, быть интернетом, мне кажется, сегодня это учитываем. Ну, не получится этого. Здесь другой момент. Смотрите, на каких уроках дети будут доставать телефоны и играть с ними под партнерами? На неинтересных, скучных. Вот, правильно. Поэтому вот здесь все-таки нужно подходить с другой стороны. Не через запреты, а через другую... То есть вы предлагаете начать жесткую конкуренцию с телефоном и выйти победителем в этой игре? А другого варианта я не вижу, в всяком случае. И у нас были... Да, мы с вами учили без мобильных телефонов. Но мы точно так и сидели записывать, что друг друга учили. То есть отвлекали, если урок у нас будет неинтересно. Поэтому здесь вот все-таки обойденная работа. Учитель и родитель. Если мы будем стоять вместе плечо в плечо, то наши дети будут счастливы и успешны. Ну, вот так. Ну, и, конечно, здесь еще такой момент. Я, да, говорил о том, что нужно договариваться, нужно с людьми разговаривать. Но все наши дети берут пример от нас. То есть что они видят, когда просыпаются утром? Что мы делаем прежде всего, когда мы просыпаемся? Мы в первую очередь берем телефон, проверяем уровень зарядки, такие там гороскопы, погода, коллеги ничего не писали, ну и тому подобное. Поэтому мы сегодня жалуемся на то, что дети наши мало читают. А сколько родителей сегодня себя с открытой книгой и читают, что это интересное произведение? Поэтому начинать надо, конечно, прежде всего себя, заинтересовывать их. Более того, я постоянно говорю о том, что вот эти традиции, что мы находимся с детьми хотя бы на выходные в парк. Но ведь и наблюдающую картину мама с папой берет ребенка, выходит в парк, мама первым делом, что она делает, она себя фотографирует, и все остальное время она наблюдает, кто и сколько лайков ей поставил. Поэтому, ну все-таки, вот еще раз говорю, совместная работа. Дети берут примеры именно с нас, с родителей прежде всего, а потом, конечно, и с учителей. Вот поэтому не через собственный личный пример, через разговоры и договариваться с ними. Запрещать телефон ни к чему не придет. Будет спрятаться, скрывать. Приносить два, один сдавать, да, на другом играть в игры. Верно. Они что, дети, они, еще опять-таки, я вот часто наблюдаю картину, когда родители, их ребенок маленький, еще до школьного возраста, начиная там где-то капризничать или что-то, самый легкий способ. Дал ему телефон с музыкой там или с чем-то, и вот он уже все. И успокоился тут же, вместо любой конфетки. Уже конфетки у нас и пошли на второй план. И тем самым, мы, конечно, с самого раннего возраста детей сами приучаем к телефону. Они сегодня, будучи в детском саду, они уже лучше разбираются в тех этих чатах, чем мы с вами. Вот поэтому, ну, от этого никуда не идти, это дамец, это сегодня новое время времени, но здесь, конечно, опять-таки, нужно говорить, разговаривать, убеждать, в чем минус, какие могут быть проблемы, я, я люблю, когда родители добавляют себя в друзья, там, в детьми в чатах. Да, они смотрят и знают точно, с кем общаются с ребенком, сколько времени он там проводит. Мне говорят, ой, нет, физически сопрещено, это контроль над ребенком, это вот ломают вообще в детьми, ну, на мой взгляд, ничего подобного. Мы должны точно понимать, с кем общается ребенок, с чем он занимается в интернете. Когда я, иногда, захожу там в чат к своему ребенку и вижу, какие там выкладывают, при этом дети, мы иногда не просто удивляем, что родители здесь у этого ребенка, вообще хоть как-то контролируют этот процесс. Вот, поэтому еще раз повторюсь, вот совместная деятельность, у нас сегодня отличные учителя, квалифицированные педагоги, вот, и совместная работа наша, что ли, родители, приведет к хорошим результатам. Тоже здесь, конечно, невозможно с вами не согласиться, когда интересный урок, интересный учитель, это ребенок не будет в это время сидеть в телефоне, не проверять ни соцсети, ни играть в игры, это точно. Ну, вот, вы знаете, еще одну тему, вы коснулись такой острой, мне кажется, очень серьезной темой, вот этих видеосъемок в школах, в фотографии, когда дети фотографируют учителя, когда учитель не видит, а мы понимаем, все мы люди, у каждой тоже допускают какие-то ошибки, и круглосуточный контроль и видеосъемка учителя, оно ни к чему хорошему не приведет, а эти ролики потом какие-то там искаженные, они выкладываются в интернет, это все больно ударяет и по репутации школы, и учителя, и там может быть где-то и других детей, если они являются героями таких вот роликов, какие-то группы есть отдельные, я знаю, школьников закрытые, где они вот этот контент для себя же выкладывают, и сами там как-то его комментируют, сами друг на другом смеются, кого-то булят, троллят, это тоже очень такая сложная вещь, вот я не знаю, как там педагогическое сообщество думает на эту тему, как здесь можно повлиять на ребенка, чтобы таких историй не происходило, и объяснить, что у нас у всех есть своя зона неприкосновенности, зона, которая является нашей персональной зоной, и без нашего согласия там видеосъемку, фотосъемку нельзя производить. Ну, это верно, естественно правое, но здесь опять-таки, видите, здесь опять работа классного руководителя, и работа родителей, то есть если мы наблюдаем и видим, что действительно такое происходит, что на ребенка начинают издеваться, а его снимают, там, над ним издеваются, то вот здесь, конечно, вплоть до того, что привлекаем администрацию школы, здесь можно рассказать и о последствиях, какие могут быть из-за таких роликов, но вот как это предотвратить, как это можно запретить, то есть здесь опять-таки только с помощью воспитательного процесса мы должны учить детей воспитывать добру, хорошим отношением друг с другом, вот, но с другой стороны, вот я сейчас думаю с вашим вопросом, если бы дети иногда не снимали то, что происходит у нас в классах, если я сейчас не говорю про наши школы, то мы бы порой не узнали в таких отливающих случаях, которые происходят во классах, что, ну, не разрешались бы какие-то такие-то очень большие глобальные проблемы. То есть где-то и плюс есть от такого контента? Знаете, сегодня во многих классах стоят видеокамеры, и в принципе администрация может контролировать этот процент. Но, не знаю, ну, знаете, в каждом добрее есть зло, и в каждом злее есть добро. Поэтому здесь очень трудно разграничить. Ну, здесь опять... Ну, вот я об учителях тоже часто думаю, вот как учителю быть, когда учителя тоже могут там где-то снять, не предупредив его, да, где-то заснять на видео или сфотографировать, тоже для многих учителей это является совершенно неприятной стороной их работы, и потом, ну, появляются эти ролики, потом учителю приходится даже оправдываться за какую-то вырванную из контекста, да, вырванную фразу из контекста, которая, может быть, в общем контексте не звучала вот так вот, как ее могли предоставить школьники. Что мы можем, опять-таки, это уровень воспитания. Я уверена, что не ваш ребенок, я уверена, в своем ребенке так вы не поступили, потому что, ну, как бы, есть дети, которые поступят не только с учителем, так они и с прохожим человеком, кому плохо могут просто стоять, снимать и пройти мимо. Поэтому это общий уровень культуры, образования, воспитания каждого человека. Мне кажется, только от этого будет цариться. Ну, опять-таки, знаете, есть и учителя, которые хочется снять и просто пожаловаться родителям. И вот, бывают же частые точки, когда ребенок приходит, дома говорят, вот, несправедливо, вот, это неправильно, вот, там, оскорбляют в классе. И родители говорят, да ладно, что ты предыдуешь, такого быть не может, потому что уважаемый человек. И ребенку просто приходите иногда, снять какой-то момент и показать родителям. Но я же говорю, благодаря, вот, опять-таки, таким моментам, там, видео, маленьким сюжетам, иногда раскрываются такие события, которые заставляют просто администрацию родителей предпринимать какие-то же действия, разрешать какие-то проблемы. Да, интересную мы с вами тему сегодня затронули в день отказа от мобильного телефона. И вот, какой бы мы стороны не касались мобильного телефона, всегда мы находили и плюсы, и минусы. И, конечно, поэтому вывод какой-то однозначный сделать невозможно. Хорошо или плохо отказываться от мобильного телефона. Здесь исключительно, да, строить свое общение с этим электронным гаджетом все равно на фундаменте культуры, воспитания, какой-то общей осознанности и вот тех наставлений родительских и учительских, которые тоже должны по этому поводу обязательно быть. Спасибо вам, Мария Ростиславовна, за то, что к студии подключились, за интересный диалог. Да, по мобильному телефону будет только хорошие новости. Спасибо большое. Будем надеяться, что это будет источник позитива исключительно. Я напомню, у нас на связи была Мария Скоробогатова, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой педагогики Института Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского. Каждый день это новая жизнь и лучше начинать ее во всеоружии. Мы расскажем вам о том, чем будет жить Крым сегодня. Оперативные новости и анонсы, интересные гости и комментарии от экспертов. Утро на радио Спутник в Крыму по будням с 7 до 10. С нами вы начинаете день подготовленными на